Великая Айчинная для этого человека не сторонка, а целая книга життя. Талиновитый полководец и он отрывал его перемоги еще в 41-м. Именно Вита Патрияго командованием у листопаде 43-го был вызвали на гомель, первый сярод областных центров Беларуси. Творит Москва. Передаем приказ верховного главнокомандующего генералу армии Рокоссовскому. Войска Белорусского фронта, продолжая развивать успешные наступления, в результате смелого обходного маневра сегодня, 26 ноября, овладели областным и крупным промышленным центром Беларуси городом Гомель. Со снежной 43-го, некаких месяцев, в этом доме по улице Тады Одесской, теперь Рокоссовского, находилась оперативная группа штаба 1-го Беларусского фронта. Хоть наведывал, будучи маршал Перамоги, не только этот будинок. До этого часа у Гомель заховался побудованный еще в 30-х годах минулого 100-го года бункер. После вызволения города тут размещался командный пункт Рокоссовского. Все помещения расположены в два яруса, уходят они вглубь земли на несколько десятков метров. И, судя по той документации, которая сохранилась с 1934 года, толщина стен, наружных стен, составляет порядка полутора метров бетона. Таким образом, это помещение было полностью защищено как от воздействия с воздуха, так и от других агрессивных средств. Сегодня былый командный пункт уже не заявляется сокрытым объектом, а ли трапить сюда не просто. Усе у выходы зачинены, гэта тлумачится в первую очередь мерами безопасности. За минулый час подлога у бункеры струхлела, и уже можно не вытромить ваги человека. Объект у вогли давно не выкористовывается и приходит у занепад. У бункеры и зараз шмачага засталось от военных, а максимум еще до военных часов. Вот тут вероятно находилось помешкание для заховывания зброи. В селеком разе, когда меркать по замках, правда заразы нужно не джинничать. На суперок выказыванием некоторых аматоров военной истории у бункера есть у всего два уходы. Причем по одним язык, после аварии на канализационной сетце, прости не махчима. До речи, сверху бункер накрытый будинком, а тому значение не просто. А вот некоторые особистые речи Константина Рокоссовского можно свободно убачить образным музеем военной славы. Это еще сотрудники краеведческого музея выезжали в Москву, встречались с женой. Уже не было Рокоссовского в живых. Это конец 60-х, начало 70-х годов. И там передали мундир, передали личные вещи, книгу уже подписали родственники его мемуары. Китель с погонами, портигар, ручка, книга успоминал «Сраданский долг» и лента первого гонорового гражданина Гомеля. Такое звание тогда еще генерал армии Константин Рокоссовский отримал после возволения города порашение агульного схода у горожан. Олег Синчаров, Йоген Макеенко, Телерадо компания «Гомель».